Игромания представляет Игромания отправилась в офис Destiny Development, чтобы лично встретиться с представителями студии Bluehole и поговорить не только о самой игре, но и о том, с какими особенностями приходится сталкиваться разработчикам, запуская онлайн-проекты в разных регионах. Здравствуйте, меня зовут Хёван Ю. Я отвечаю за издание Terra в Северной Америке и в Европе, а теперь готовлю запуск игры в России. Давайте начнём с главного. Есть мнение, что если серверы установят в России, пинг станет короче и PvP заработает лучше. Правда ли это? Вообще имеет ли значение, где играть? Безусловно, имеет. Если играть на сервере из другого полушария, задержка сигнала неминуема и действительно может стать фатальной в бою. В других играх это может быть менее значимо. Но не тогда, когда речь идёт о нон-таргет системе боя, да ещё и в режиме PvP. Поэтому, когда Terra официально издадут в России и запустят на российских серверах, русские игроки получат игру со стабильным соединением и отличным пингом. А вы сами прежде бывали в России? Что думаете о русских игроках? Они как-то отличаются от других? Может быть, они иначе себя ведут? Да, я сталкивался с русскими игроками и могу сказать, что они больше ориентированы на PvP и более прочих склонны к хардкору. Но при этом увлекаются ещё и всяческой побочной деятельностью, не зацикливаясь на одной лишь прокачке и боевой активности. Фермами, квестами, игровыми событиями. А вот западному игроку тому подавай серьёзный сюжет. Их часто интересует, в чём суть игровых сражений. Им нужен контекст, нужно чёткое описание того, что происходит. Всё, чем они занимаются в игре, должно иметь смысл. Это отличает их от корейцев. Мы уважаем такую позицию. Поэтому Blue Hole Studio в сотрудничестве с американской Эн Масс собрала команду талантливых сценаристов, которые смогли переработать исходный корейский сюжет по западному вкусу. Любопытно, что в Корее русских игроков считают хардкорными. А не планируете ли вы как-то особенно ужесточить игру для тех, кто жаждет трудностей? Ну, к примеру, выделенный сервер с жёсткими условиями, с возможностью разграбления убитого в PvP-игрока с карты. Пока что у нас нет никаких конкретных планов на этот счёт. Но я понимаю, что для русского игрока это характерно и важно. Всё это обсуждается, но ничего ещё окончательно не решено. Нам вот очень интересно, а как вообще выглядят игровые традиции в Корее? Все знают, что там очень любят киберспорт, StarCraft II, League of Legends и так далее. Не мешает ли он играть в ролевые ММО? Или у них совершенно разная аудитория? Как вы вообще находите время на все эти ММО? По-моему, у игроков часто есть одна ММО. Основная игра и параллельно они играют во что-нибудь другое. МОБА. Боевики от первого лица, спортивные игры. Ролевые ММО отнимают гораздо больше времени, и совмещать несколько ММО сразу было бы непросто. Говоря об успехе корейских игроков в мировых киберспортивных дисциплинах, это объясняется инфраструктурой и степенью развития индустрии в Корее 15-17 лет назад. Это было время взлёта популярности компьютерных клубов, где все поголовно играли в StarCraft, Counter-Strike, Rainbow Six и так далее. Также этот бум привёл к образованию лиг геймеров и зарождению киберспортивных дисциплин с большим количеством фанатов. Можно сказать, что так появилась профессия геймера. Наверное, из-за всего этого корейские игроки так хорошо выступают на чемпионатах по всему миру. Иногда в играх даже приходится адаптировать видеоряд под требования определенной культуры. Ну, например, в Азии считается нормальным одевать женских персонажей откровенно и сексуально, а в Европе и США разработчики предпочитают более скромный вариант экипировки. Вы сталкивались с чем-нибудь подобным? Да, нам действительно приходилось переделывать видеоряд, потому что азиатские нормы оказывались неприемлемыми на Западе. У всех есть свои местные традиции. И если мы хотим продвигать свой продукт в определенном регионе, нужно им соответствовать. Пришлось, к примеру, частично переделать эллинский костюм. Он мог оказаться слишком вызывающим для Северной Америки и Европы. Там с этим строго. Для Европы пришлось умерить эффекты крови. Там к этому относятся гораздо серьезнее, чем в Америке. Примите во внимание и то, что в Европе у нашей игры рейтинг 12+, а в Америке 17+. Так что приходится делать две версии игры, соответствующие двум разным рейтингам. Каждую для своего рынка. Ну а в России версия будет оригинальной. А как вы считаете, что лучше? С самого начала выпускать массовый продукт или выбрать аудиторию поменьше? Что выгоднее, сделать красивую технически требовательную ММО, осужая тем самым аудиторию? Или постараться угодить всем и дать шанс игрокам с более слабыми компьютерами? Мне, как разработчику игр ААА класса, претит занижение качества. Но с позиции бизнеса, с точки зрения компании, нам нужна обширная аудитория. Поэтому двигаться лишь в одном узком направлении, на мой взгляд, было бы неправильно. Нужно искать золотую середину, чтобы качество нас устраивало и продукт был доступен большинству игроков. А играете ли в Теру лично вы? И если да, то за кого? Я играю за попари класса Слеер. Во-первых, мне нравятся попари. Они такие милые, у них очень забавная анимация. А Слеер, потому что я предпочитаю персонажей, ориентированных на нанесение урона. Я стараюсь избегать танков и классов поддержки. Мощный ДПС, наше все. Таким персонажем проще управлять. Он ловок и быстр, а время от времени наносит серьезнейшие критические удары. Играть – одно удовольствие. Можете ли вы перечислить, скажем, три пункта, которые, на ваш личный взгляд, делают Теру особенной? Ну, во-первых, это, конечно, боевая система. Я избалован боевой системой Тера. Другим ролевым ММО сложно тягаться с ней в этом отношении. Во-вторых, пейзажем. Я даже иногда просто карабкаюсь на какой-нибудь холм, чтобы полюбоваться видом, открывающимся с вершины. И, конечно же, бамы. Они же Big Ass Monsters. Охота на гигантских монстров – это серьезный вызов вашим умениям и достойная награда в случае их убийства. У вас, наверное, большой опыт игры в Теру. Не поделитесь ли полезными советами? Опыта у меня действительно много, но я все-таки не мастер. А посоветовать могу главным образом одно – почаще ходить на бамов. Во-первых, это увлекательно. Во-вторых, поучительно. Вы разовьете стратегическое мышление. Подходить к монстрам нужно с умом, особенно сзади. Изучите повадки монстров. Научитесь уклоняться от их атак. Побольше такой практики, и вы станете завидной кандидатурой в любой отряд. Что ж, огромное вам спасибо. Напоследок, позвольте уточнить, на какой стадии будет игра, когда она появится в России. Как вы знаете, по сюжету в мир под названием Арборея вторгается раса аргонов. Семь основных народов Тера объединяются в Валькионскую Федерацию, чтобы дать им отпор. Вначале игрокам предстояло сразиться с аргонскими захватчиками и их королевой – Шандрой Манайей. На 60-м уровне они одолели королеву и решили было, что в Варборею вернулся мир. Но тут в Федерации открыли новый минерал – Ноктиний. И сражаться начали уже из-за него, разбив Федерацию на три альянса. Вот как обстоят дела сейчас, накануне запуска в России. Позже мы представим игрокам новый континент и нового противника – Архидевов. Но это будет уже совсем новый сюжет. И еще раз спасибо вам за интересный интервью. Спасибо и вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok